день добрый панове то есть у нас класса так сегодня нас на тесте сиат ли он интересная машинка интересная на тем что на самом деле в наших краях зверь довольно редкий почему-то люди у нас боятся сиатов хотя на самом деле человек бояться в аквагом обычный обычный гольф на самом деле вот но вот такая вот у них молва идет такая слава на самом деле volkswagen эту машину очень интересно продвигает они в свое время спасли спасли этого автомобильного производителя просто выкупили с потрохами и начали на их заводах на их базе производить собственно свои же volkswagen и понятное дело под брендом seat понятное дело что машины выглядели немножечко по-другому leon toledo там много чего можно вспомнить есть минивенчик на базе шарана все это как бы именно делась абсолютно абсолютно на идентичной схеме аналогичных volkswagen в данном случае как я уже сказал это volkswagen golf 7 поколения платформа mqb насколько я помню не ошибаюсь это leon 3 поколения машинка которая пошла по моему с 12 13 года именно в продажи поступила эта машина карета четырнадцатого года мотор здесь 18 180 лошадей сухая семиступка dsg и начну я с того что на самом деле на самом деле они очень ловко разнесли эти машины все дело в том что они начали позиционировать skoda как такой народный автомобиль тот авто который когда-то занимал volkswagen там 80 90 сейчас это skoda да вот премиум понятно audi значит сам volkswagen такой как бы бизнес level такой что-то среднее между премиум и обычным народным автомобилем а вот как именно спорт авто молодежный авто они позиционируют именно seat и это очень не случайно потому что но а по-хорошему что еще остается придумать то есть народным авто есть премиум есть даже какой-то бизнес как бы уровень вставили какой-то придумали для volkswagen какую-то нишу куда всунуть было сейчас было непонятно совершенно делать полный аналог skoda не просто не хотели но глупо зачем давать конкуренцию самому же себе поэтому seat они всунули в какую-то спортивную нишу заряжен такой стайл начали делать острый резкий к такой агрессивный и продвигать всячески среди молодежи среди активных ребят вот эту машину и и уже всунули в спорт и и начали продвигать кузовном чемпионате vtcc но это было совпало с двумя явления во первых они продвигали сам seat во первых они продвигали свои дизельные моторы на то время регламент vtcc позволял дизелям просто уезжать далеко просто ну технически у них была фора очень очень серьезно и только там через пару лет когда посмотрели как на самом деле пруд дизеля это дело очень сильно начали подрезать но с пятого года начали там 6 8 9 там блин в сяд выносил все в одну казу вот но это дело на самом деле не только в сядь а в том что у дизеля была очень серьезная фора по по техническому регламенту и они поэтому всех объезжали как стоящих но именно продвижение марки как спортивного автомобиля но конечно хорошо очень пошло и на самом деле в европе эту машину именно любят за такой более такой резкий более взрывной характер это это есть не то чтобы даже ну что в барселоне я был не скажу там сядов сильно много но и хватает на самом деле и хватает их у себя на родине любят покупают часто много бывало и время там всех поменьше но тоже хватает есть хотя вроде страна соседка там из fiat даже там сяды попадались а по по поводу этой машины главное преимуще давайте расскажу как чем отличается от гольфа не буду ходить вокруг да около сразу скажу с этого эта машина меньше гольфа хотя абсолютно тоже бас сделан она легче гольфа она легче гольфа почти на ну там в некоторых комплектациях по разному да ну грубо минимум 100 килограмм точно а в некоторых комплектациях 200 килограмм разница то есть абсолютно та же тележка абсолютно та же платформа абсолютно все одинаково те же моторы и коробки ну за небольшим исключением правда сейчас расскажу но она легче понимаете и вот это самая главная вещь которая всегда работает в любом там автомобильном спорте неважно вес всегда решает чем легче машина тем быстрее она разгоняется тем легче ей управлять тем стабильнее она в поворотах бла бла все такое по нему понимаете и облегчение автомобиля делали сделать его более компактным более мелким на самом деле в данном случае это большой серьезный плюс именно как продвижение как более такой быстрое более быстрой марки более спортивные автомобили вот такой фокус они они сделали вот на это они пошли да она конечно по размерам да это гольф да но по размерам это практически пола ну так вот а если взять еще пола который производится для нашего рынка так он может даже больше местами но это так конечно на поискать там с рулеткой по померясь мы конечно обломаемся но тем не менее так визуально визуально кажется что эта машинка чуть ли не пола который вот хэтч который европейский а на самом деле это гольф вот такой прикол то есть по ходовке по тому как сделана подвеска задняя рычажка стоит это конечно другая совсем машина по поводу мотора давайте расскажу опять же позиционирование этой марки заставило ставится более серьезные двигатели более серьезной подготовки то есть здесь есть но вы видите да то есть якобы это купра должна быть так на самом деле это просто стайлинг это не совсем честно мотор здесь всего лишь то есть лошадей 1.8 но купра этого для до леона это типа как гольф gta и у фольксвагена вот даже даже большим скажу потому что купра на самом деле в последнем поколении там по 14 15-го года 2 литровый мотор у них по-моему шел версии вот чтоб не заправить то ли 280 то ли 290 лошадей это очень много на самом деле для вот этой массы в тонну 100 в тонна 200 это очень много ребята этот дурь просто космическая на переднем приводе реализовать такую мощность невозможно просто это такой переизбыток мощности что просто охренеть гольф gta и самая топовая версия по моему с опциональным пакетом было по моему 260 200 что то тоже 208 лошадей то есть немножко даже меньше чем здесь в гольф gta и было меньше но у гольфа была версия версия r по моему или или 32 там ну короче было еще более высокая версия относительно gta и более мощная версия относительно gta и было вот там было по моему 300 вот чуть чуть больше чем в купе но на самом деле вот если брать именно по деньгам по тому как массу производилась машина как ее легко можно было купить тот же гольф gta и было купить проблема купру можно было купить элементарно легко она была доступна я стоил немножко дешевле вот такая фишка я уже еще раз повторюсь меньше вес как играл в плюс той машине значит по поводу техники давайте перейдем ближе значит к моторам это мы рассказали просто платформу как как volkswagen эту машину продвигает и что что мы можем здесь вот иметь а про моторы рассказывать конечно можно можно долго потому что все вы наверное уже знаете мое отношение к volkswagen давайте вкратце расскажу про эти тс и двигались у нас 1.8 последнего поколения уже рябиной мотор мне вот все время там пинают андреевну что-то рассказываешь на 12 года моторы поменяли поршневую другой тип ряд нихрена то не поменяли тарас вообще нихрена не поменяли да я вам скажу что там было на самом деле поршневую то меняли по даже четыре раза если брать все 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 там изменения которые там попадались так включая мелкие отзывы там были четыре глобальных изменений volkswagen изначально в этом семействе моторов в своем семействе тс и применял кольца как единое целое масштабное кольцо было не наборная а единое монолитное кольцо с небольшими прорезями под дренаж масла под съем масла конечно же но это в принципе работа не очень хорошо но и в данном случае работал просто плохо то есть сделано было специально они не хотели снимать прям все масло не хотели оставить масло сеток цилиндр якобы объясняется тем что облегченная поршневая группа облегченные кольца облегченная облегченная поршневая группа облегченная поршня укороченная поршня давайте оставим немножко больше масла на хоне на стенках цилиндра чтобы как бы не было задиров чтобы поршневая группа как бы работала лучше дольше в принципе по ресурсу задержка он конечно почти не было но кольца не работали они моментально залегали и вот эти моторы с этой поршневой самой первой там с этим маслосъемным кольцом монолитным с такими маленькими дырочками дренажом они залегали мгновенные моторы жрал масло сразу самый первый еще цепные эти моторы они буквально сразу жрали масло что они сделали потом потом они испугались начали что-то там менять предлагать умельцы тут же сообразили тут та самая замена про которую много раз уже рассказывал начал жрать масло мотор ложится сюда две с половиной штуки и мотор еще 200 тысяч ходит сначала когда столкнулись с первыми проблемами начали менять полностью поршневую на поршневую от мотора bsb и дело в том что чем он принципиально отличается во первых толщина верхнего компрессионного кольца увага стандартно 1 миллиметр на без битом компрессионное кольцо было 1 2 миллиметра потом маслосъемное кольца изначально было монолитное цельное кольцо с отверстиями для дренажа маленькие точечные такие маленькие дырочки там были вак начало это все поспешно менять была следующая ревизия была какая начали делать кольца щелевые то есть они начали нижнее маслосъемное кольцо они сделали в нем прорези сделали дренаж не дырочками а такими канавками прорезями что-то изменило ничего не изменило то есть просто такие моторы с такой поршневой они масло жрали не сразу пока практически не на обкатке и до конца там прогрессируя постоянно они допустим первые там 10 20 30 тысяч километров мотор более-менее ездил вот а потом начинал жрать масло причем еще более резко более усиленно чем вот самая первая редакция вот с такими маленькими отверстиями дренажом тоже сам по сути просто была отсрочка и потом была третья ревизия они опять же поставили уже полноценная наборная маслосъемная кольца как он на всех современных двигателях стоят которые снимают масло очень эффективно и хорошо то есть что это изменило изменило то что масло этот мотор жрать практически переставал изначально сразу по ходу да но как это была история с щелевым постепенно к пробегу под 100000 все равно потихонечку потихонечку массажа если вопрос маслосъема они просто отсрочили внедрением нормальной конструкции маслосъемного кольца ну нормально действительно хорошая наборная сейчас поставили кольца реальная проблема ушла подальше просто на более дальние пробеги там ближе к 100000 но все равно тепловая нагрузка на porsche все равно предельно высокая 70 процентов тепла от камеры сгорания от отводится посредством компрессионных колец вот к стенкам цилиндра соответственно потом охлаждающую жидкость там ну и так далее да отвод тепла плохой а что это дает объясняю да проблема заключается в том что никакое масло как вы там их не прожариваете что вы там с ними не делаете ребят все равно если отвод от поршня тепла плохой если верхнее компрессионное кольцо недостаточно хорошо прилегать недостаточно хорошо твой тепло она просто площадь прилегания маленькая не рассчитана на нормальный отвод вот происходит перегрев перегрев поршня перегрев особенно области от канавки колец это привод тому что масло начинает там гореть как соваться то есть все эти отложения полимеризации происходит от того что плохой отвод тепла от поршня хоть сто раз вы меняете маслосъемное кольцо конечно как-то можно было с моментом а сюда просто не будет гореть будет ничего ну все равно если у вас отвод тепла плохой как или иначе постепенно это будет все равно отложения будет нарастать просто чуть дольше дамаса снимается масло на работу до и отложение будут нарастать с меньшей скоростью. Если раньше там 30000 уже как бы все было закоксовано, то сейчас это будет там 180 будет все закоксовано. Но все равно это произойдет, потому что отвод тепла все равно хреновый. ВАК специально сделал плохой отвод тепла, чтобы мотор кончився к этим хренам в 100 тысячам. Понимаете? Никогда в жизни он это не поставит нормальные кольца. Нормальные, толстые, хорошие кольца, которые хорошо отводит тепло. Или же, допустим, взять и размазать как бы эту мощность не на 4-х цилиндрах, а на 6-ти цилиндрах, допустим. Или еще там увеличить количество цилиндров. Потому что, опять же, увеличиваем количество цилиндров, распределяем нагрузку более равномерно там с 4-х на 5-6 цилиндров, все. Перестает перегреваться поршневая, перестает перегреваться кольца, мотор начинает ходить дольше. Никогда в жизни ВАК такого не сделает. Удавится. Поэтому проблема все равно осталась. Как бы мне не говорили, что изменили поршневую, ни хрена не изменили. Кольца как были 1 мм, так и остались. Как горело в них масло, так и горит. Как бы вы не подбирали свое масло, надели куда-нибудь волшебные такие специфические масла, там не знаю, что сейчас модное пиарится в интернете, неважно. Все равно, так и вячик со временем начнет там гореть. Как бы вы там что не подбирали, гореть, но все равно там будет. Отложения все равно там будут. И чем, кстати, навороченнее масло, чем более оно там синтетически, чем более сложен пакет пересадок. Именно пакет пересадок больше всего и полимеризуется в таких местах. Все равно отложения будут накапливаться, все равно мотор будет кончаться, ребят. Так что корпорация зла, корпорация Volkswagen все равно обмануть ее не получится. А, проблемка, забыл еще. В одной из ревизий они поменяли не только конструкцию колец, они еще поменяли и сам шатун, они поменяли толщину поршневого пальца. То есть там было, по-моему, 22 поставить 24 мм, ну или около того. Он стал просто другой. И если раньше мы просто меняли сам поршень и все, и мотор поехал, то с переходом в новую группу нам приходилось менять еще и шатун. Но это реально больно, понимаете? По коробкам давайте буду говорить. ДСГ, ну здесь сухая. Ну, что вам сказать, ребят, ну, прекрасная коробка, если у вас машина выходного дня. Если вам нужно вжаривать где-то по выходным, выезжать, как бы выпускать пар, прекрасно будет работать. И, в принципе, никаких проблем с ней не будет. Но если вы на этой коробке собираетесь ездить каждый день на работу, с работы толкаться по пробкам, жопа этой коробки будет. Вот. Проблема заключается в чем, в том, что это, в принципе, решение для спорта. Сколько раз я повторял, повторю это сегодня, что ДСГ это исключительно спортивное решение для трека, для кольца. Исключительно только там оно работает и работает там оно прекрасно. Мгновенное переключение, то есть, в принципе, сама конструкция вот этого пакета сцеплений, который там сделан, она предназначена смыкаться быстро, резко, мгновенно. Тогда оно будет работать. Мехатроник будет работать. Основная проблема заключается в том, что, если вы на такой коробке с такими маленьким, маленьким диаметром этого пакета начинаете пробуксовывать плавно, грызет, момент получается очень высокий к ним, на них приходит, все, они либо сами выкрашиваются, либо сгрызают вам плиту. Все. То есть, вариантов не будет. И это работает будет однозначно только таким образом. Без всяких там вариантов исключения. Это просто спортивно. Если мы смыкаем это резко, пробуксовки почти не происходит, выкрашивание не происходит, работает хорошо. Если нам нужна скорость, оно работает вообще замечательно. То есть, если мы смыкаемся быстро, переключаемся за 0,2 секунды, супер! Оно будет великолепно работать, стрелять, отдавать мощность. И, в принципе, пару гонок оно проедет. И даже там, когда мы начинаем поднимать мощность, там, 300 лошадей сюда вкатывать и так далее, понимаете, оно все равно будет отлично работать. Потому что, в принципе, когда мы резко смыкаемся, ресурса хватит довольно достаточно надолго. Даже если там стоят керамические пакеты, все равно будет работать хорошо. Но, если мы толкаемся по пробкам, если мы начинаем плавненько, медленно переключаться, буксовать этим пакетиком, все, жопа ей. Она начинает быстро довольно изнашиваться, быстро сгрызаться. Механизм подвода, да, механизм подвода, компенсации зазора максимально выбирает все возможные пределы регулирования. Все, начинаются толчки, начинается резкое рваное движение. И, ребят, по пробкам это просто конструкция такая, которая не может, не должна и никогда не будет работать в пробках. Никогда. Все. Буксовать такая коробка не должна, она должна резко смыкаться. Если вы едете агрессивно, резко, быстро, коробка работать будет и будет хорошо. Поэтому, еще, кстати, очень важный момент, я все время говорю, нельзя ни в коем случае эту машину чиповать. Ну, казалось бы, елки, у нас же, блин, Seat, у нас же такая агрессивная, вот, красивая, внешняя такая, стилизованная, нарядная зажигалка. Давайте вкатим какой-то чип, стейдж один, стейдж два, снимем с него 250-260 лошадей и будем наваливать. Ребят, коробку с сожжете тысяч за 40. Вот, ну, максимум за 70. То есть, вот, владелец ничего, вот, в плане чипа ничего не делал, у него уже 70, помните, да? 70 тысяч, она еще живая. И всех знакомых, друзей в клубе уже все спалили, правильно? Ну, короче, в клубе, в клубе, скажем так, да, вот, Seat, клубе московском, вот, у всех, кто стейджи, все уже DSG сожгли. К 70 тысячам уложили уже все. Это машина... Про все не говорите, но точно к нам предану. Ну, это, это мое личное мнение, да? Владелец отрицает, но я, я скажу, все сожгли, все, все, все. Это мое мнение, все. А владелец, владелец не согласен. Ну, эта машина, она без чипа, то есть, в нее ничего не залито, она в стоке, и вот пока еще ездит, 70 тысяч. И на самом деле, да, это параметр важный. Почему? Потому что, конечно же, когда мы начинаем поднимать чипом мощность, особенно на низах, когда мы начинаем вот именно вот это вот, в городском цикле, вот, выдавать максимум мощности мотора сразу на наши пакеты, они вообще никак не тянут. То есть, на самом деле, сам ВАК для этих коробок выпускал специально, то есть, вот, программы для управления, для механики и для ДСГ очень сильно отличаются. Именно на низах, если посмотреть карты под ДСГ коробки, на низах моторы зарезаны страшно. Они просто тупые, валенькие не едут с низов, просто сделаны специально. Иначе, если дать открыть полностью все карты на низах на эту коробку, семиступку сухую, да, и хана будет сразу. Конечно, мы заливаем МЧИП, АПР, АПР, по-моему, вообще злая, там, злая-злая. Теперь идем про внешний вид, будем говорить про него. Вкратце, я уже вначале сказал, что машина довольно интересная. Владелец немножко вложился в машину, он уже так привел к купре, внешний вид, стилизовал под такую топовую версию. Самое интересное то, что это даже не то, что там какой-то Сталин дополнительный был сделан. Самое интересное, что это, в принципе, топовая комплектация, вот, данная машина, она в топе, здесь Алькантара, здесь панорамный такой огромный люк, как вы видите, красивые вот эти все элементики, но здесь еще интересный момент, здесь стоит LED, то есть машина, линейка 2012 года, уже стоят LED-фары. Вот интересный момент, потому что у Вага ни у кого не было LED-а, кроме А8, ну и там R там и так далее, R8. Здесь в обычной тележке гольф-класса в 2012 году предлагался LED. Ну, прикольно, ребят, крут на самом деле. То есть, опять же, Ваг специально продвигал эту машину, позиционировал, двигал ее на рынок. В то время купить этот вот Теат вместо Golf GTI был такой, на самом деле, серьезный лайфхак. В салоне Алькантара, в салоне красивая кожа с красненькой строчкой, да, приборка довольно интересная, навигация, в конце концов. Реально машина очень серьезно нафарширована. Ну, сейчас пойдем в салон, посмотрим внимательнее. Ну и плюс внешний вид. Единственное, что меня лично смущает в этой машине, да, здесь стоит пакет для плохих дорог. ППД этот дурац. Но под Россию, наверное, я все-таки соглашусь. Может быть, конечно, скакать по ямам, по дорогам, которых нет, наверное, на пакете для плохих дорог все-таки прикольней. Вообще, это Formula Race комплектация, да, то есть, следующий идет уже Купра. Ну, здесь у нас Formula Race, как я уже сказал, но это видно, да, даже по решетке. Другой бампер, другая морда спереди, другие противотуманки, в салоне другие сидения, в принципе, стоят такие уже спортивные ковши. Строчка была только здесь, с разной поддержкой. На картах дверей красивая подсветочка красная, которая вечером загорается, светится, была тоже доступна только на FR. В Купре, если смотреть на Купру, да, еще такое отличие, в Купре самой такой тофой, злой комплектации, туманок не будет, а будет заборники для охлаждения дисков, для вентиляции. А в основном бампер уже будет похож на вот этот FR-овский бампер. Самый стоковый вариант будет скучно, неинтересно, конечно, надо брать начиная с FR, хотя бы повеселее будет внешне выглядеть, и вот такой динамический силуэт вы получите только с этим FR-ом, с этой мордой. Решетка другая будет, но вообще машина будет выглядеть гораздо живее, если возьмете FR, а не стоковый барабан. Ну давайте сразу посмотрим багажник, вот эта вот фишка сята, как он открывает, такая вот сделана ручка, не знаешь, хрен откроешь называется. Так, по багажнику, ну что, он небольшой, конечно, небольшой багажник, но это не главная фишка этого автомобиля. Когда покупают такие машины, их покупают не картошку, возить понятно, что даже в Логане он будет больше, ну и что, ребят, ну и что, потому что на самом деле это все-таки стильная машина, которая именно характеризует тут внешний вид, ее надо смотреть, а не объем багажника. Хотя, честно сказать, багажник, он глубокий, то есть у него много места вниз, вот, он глубокий, он достаточно объемный. Классический багажник, классического хорошего, правильного хэтчбека, именно такой он должен быть. Искать здесь литр, ребят, не стоит. Эта машина, черт, она на 100 килограмм легче гольфа, и в этом ее главное преимущество, а не в объеме багажника. Владелец, еще обратите внимание, вот такая вещь, вот, вот эти вот коврики такие, ну не хендмейт, но специально сделаны на заказ, как он прекрасно смотрится вот в этом багажнике. То же самое, такие же текстильные ковры, вот с такой же красной окантовочкой лежат по всему салону, прекрасный, прекрасный выбор, прекрасное решение. Ну, а по материалам багажника, надо поговорить, потому что здесь можно похворить, потому что достаточно хорошо все сделано. Вот этот ковер, он на самом деле не ковер, это просто таким вот обшито войлоком, это не дешевая картонка, а именно обшито войлоком вот эти боковинки, выглядит хорошо. Ну и сверху такой приятный светлый, светлый пластик. Достаточно аккуратно, гармонично все это выглядит, по крайней мере, именно дешевым этот багажник не ощущается. Хороший, нормальный, серьезный багажник, именно по качественной материалке. Единственное, дешевый элемент здесь, это вот эта вот полочка, да, она вот выглядит не очень дорого, хотя на самом деле достаточно плотненько. Ну и да, как бы сабик, получается, спрятали в докатку, чтобы не ворвать место. Это заводская комплектация, Bank & Olufsen, который тут идет. Не-не-не, здесь стоит Seat Sound. А, ну он же аналог этого самого, на аудио называется как? Да, Bank & Olufsen, но выходная мощность здесь, конечно, меньше. Не, ну в любом случае, это уровень Bank & Olufsen, который ставился на аудио, Seat Sound комплектация, да? То есть, сабик сзади у нас идет. 9 динамиков. 9 динамиков, да. То есть, опять же, у Vaga такого не было уровня. У Vaga это можно поставить только в Golf Air, который начинается от 2 и 2 мульта, и, соответственно, тогда у них можно поставить уже свои... Ну, вот это вот здесь было, да? Да. Круто, блин. Ребят, в который раз расскажу, смотрите, вот высота, глубина багажника. Если бы здесь была не докатка, а было бы нормальное половинное колесо, то у вас вот пол багажника был бы здесь, понимаете? Вот еще бы где-то литров 100 у него бы украли. А здесь лежит докатка, с которой никаких на самом деле нет проблем. Не надо, блин, говорить, что докатка это плохо. Докатка это хорошо, потому что у вас в багажнике плюс 100 литров. Я считаю, что это вот очень грамотное решение, что сюда вот не добрались руки наших российских локализаторов, да, и не всунули сюда это хреновое, блин, полноразмерное штампованное колесо. Ох, блин, ребят, давно я не ездил в спортивных ковшах, конечно. Ну, сидушка, вот если вы видели все мои предыдущие обзоры, там где я говорил, что вот у машины классная боковая поддержка, ребят, ну вот говно все мои обзоры, потому что боковой поддержки я на самом деле еще нормально ни разу в своих машинах не обозревал в тест-драйвах, потому что вот здесь, вот здесь боковая поддержка есть. А все, что я рассказывал до этого, это просто, это чушь и провокация, на самом деле там боковой поддержки не было. Ну, что мы видим здесь? На самом деле, да, конечно, машинка, особенно вот эта комплектация, она вот по рулю, которую мы здесь видим, по тому, как расположены приборки, действительно ощущается, что мы находимся в каком-то таком спортивном кокпите. Если его сравнивать с тем, что я недавно смотрел, вот Audi B9, да, вот ощущения немножечко похожи. Вот А4 машинка, B9, который кузов последний вот самый смотрел, это машина 12-го года поколения, и я ее сравниваю с аудюхой 16-го года. Руль, вот именно спортивный такой руль, у которого маленький центр, как бы такие, как спицы получаются, да, вот это вот очень чувствуется. Здесь такая стилизация. И вот панель, которая повернута к нам, которая немножечко так выделяется от всего, от всего общего пространства, немножко вынесено к нам ближе сюда вперед. Даже вот переключатель, классический ваговский переключатель света, который находится слева здесь на стоечке. Даже он немножко утоплен там в глубине. Обычно у гольфа он такой, это все плоское, такое скучное, неинтересное. Здесь же это все вот передняя часть, там приборка, она вынесена вперед, к нам поближе. Довольно хорошо. По эргономике, ребят, это ваг. То есть, найти здесь проблемы нельзя. То есть, я не знаю, что здесь надо делать. Нужно собрать, наверное, какой-то консилиум экспертов и искать какие-нибудь, не знаю, придирочки находить, чтобы здесь чему-то придаться. Потому что на самом деле все элементы подогнаны отлично. И вот еще один момент, почему эта мне машина сразу как-то немножечко по сону напомнила Audi, да? Кнопочки, какие-то элементы, группы кнопочек, обрамление хромчик, такой, хромая полосочка, да? Вот это мне вот напоминает немножко машины более высокого уровня, премиум сегмента, потому что у вага все чертовски всегда было скучно и неинтересно. Особенно Skoda, если уж говорить туда, у Volkswagen. Здесь именно такой хром, который, хопа, и немножечко сразу напоминает нам Audi. Конечно, что говорить, у Audi будет еще более все как бы интересно и веселое. Но здесь, опять же, плюс еще, у всего этого еще красненькая подсветочка, еще один элемент, который мне лично напоминает Audi, да? Ну и плюс то, что я говорил, в дверях вечером вот эта вот штука светится красным. Но еще один важный такой момент, действительно, владелец уже меня поправил. И я тоже, кстати, сразу это заметил. Я вот сижу и вот дергаю этот ручник и понимаю, что вот, начинаю вспоминать, что у всех, у Golf'ов, у GTI, у R, Golf'а, ручник-то уже электронный, да? Седьмого? Седьмого, да, да, седьмого. Ну, седьмого, который вот уже актуально, на котором эта машина MBQ, платформа, которая. Там у всех, ребята, уже электронный ручник. У Seata, причем, блин, у меня такое ощущение, что он гидравлический. Не, он, конечно, тросовый, но такой короткий ход у ручника. И реально, мне кажется, тут можно пятаки покрутить очень весом. Ну, значит, попробуем. Не знаю, машин тут многовато. Не будем. Ну и момент такой один, который мне не нравится, который вот здесь, опять же, это такая, знаете, стилизация больше, да? Это такая угодно стилю, внешнему виду. Вот эти, блин, зеркала, которые опять, которые раз сдвинули к нам сюда очень близко, которые стоят не в уголках стоечки, а стоят на двери, ну, вот, где-то на одну четверть сдвинутых нам сюда, ближе к водителю. Мне это чертовски не нравится. Я всегда это не люблю. Чем дальше они находятся, мне кажется, тем меньше надо крутить головой, чтобы не посмотреть. Плюс они еще, опять же, внешний вид стиля, они маленькие. В целом, обзор тоже такой немножко сжатый, потому что, на самом деле, и обзор назад, заднее стекло тоже немножко, как бы, такое довольно узкое. Ну, не самое лучшее. В гольфе, в гольфе, в плане обзорности и в плане зеркал, немножечко будет поудобнее. Ну, что греха таить, так и есть. Но, опять же, внешний вид, стиль, пожалуйста, хотите красивую, изящную машинку, да, надо чем-то жертвовать. В данном случае, вот, вот этими вещами. Так, давайте сзади за собой, я уже хочу ехать. Никаких чудес здесь нету, на самом деле, нету, и подлокотника нету. Из плюсов, да, что здесь хочу отметить. Ну, понятно, что сидушки такие же, в плане отделки материалов, такие же, как спереди. То есть, пожалуйста, вставочка из алькантары, мягенькая, приятненькая такая, а-ля замша кожа. Классно. Алькантары, это, конечно, приятный материал, тут спорить не буду, что-то в этом, конечно, есть. Из плюсов есть дефлекторы для заднего ряда. Вот мне эта вещь нравится, я всегда это хвалю в машинах, и здесь это есть, это с точки зрения вот моего отношения к заднему ряду, это большой, жирный такой плюсик и преимущество. Ну, по месту, по посадке, в принципе, для ног место сам за собой, тут более-менее я не упираюсь, но вот та проблемка, которая вот довольно часто в таких автомобилях, колени уши подпирают, то есть, ноги висят, сидушка довольно низкая, довольно плоская, но есть такая проблемка. Такое ощущение, что задний ряд немножко такой игрушечный, то есть, ну, он для детей это явно, и что еще говорить, то есть, это реально машинка такая исключительно городская, ездить по городу, возить, допустим, детей в школу, и может даже просто вот ездить одному вообще без никого, и была бы она трехдверная, кем-то, куфра действительно была бы, конечно, здоровая, еще лучше, интереснее, то есть, никаких бы там амбиций на заднем ряду бы никто не ездил вообще, и были бы все счастливы. Ездил бы здесь максимум какой-то чемодан-барсеточкой, и, в принципе, наверное, на этом было бы все. Но эта машина, опять же, она внешне стильная, красивая, и это ее главное преимущество. Подогрева здесь нету, вентиляции сидений нету, есть стеклоподъемники, динамики, вот это не могу не отметить, потому что звук здесь очень богатый, очень серьезный, вот, к сожалению, не могу показать, YouTube меня забанят за музыку в кадре, но, поверьте на слово, со звуком здесь действительно очень хорошо, в остальном, ну, довольно просто, высокий довольно туннель, так, что мы будем сзади говорить? Да ничего не будем говорить, хватит, понятно, что сзади здесь не самый, не самый шоколад, давайте будем ехать. Руль интересна, слушай, такое, да? Опять же, в спорте он, здесь он будет мягкий, вяренький, очень легкий. Как у нашего спорт? Вот здесь надо переключать, то есть вот сейчас в спорте, вот сейчас он будет обычный, сейчас. Сейчас обычный. О, вот сейчас руль, конечно, да, пушинка, городской, городской, а сейчас спорт, подожди-ка, вот, вот, да, ей нравится, все правильно. И самое главное вообще стоит отметить в салоне именно Mode, то есть вот кнопка Mode, ее нет в обычной Skoda, но она есть в Skoda RS, и, соответственно, в Seat. Не в Skoda RS, а в Seat. Не-не, в Skoda RS есть кнопка Mode, и, соответственно, в Seat в FR он есть, в обычном, насколько я помню, его нет. Ну да, конечно, характер у машинки есть. Блин, слушай, классно. Блин, остренькая машинка, а. Как в карт ездит, ей-богу. Ты сейчас попадай, еще плюс два сантиметра. Блин, классно ездит. Она реально вот коротень, вот ощущение карта, вот честно. То есть, чтобы подловить ее недостаточную управляемость, я не знаю, что надо делать. Классно. Не, ну, конечно, раскачать я ее могу, но, блин, это уже просто такое неправильное просто руление называется, да, когда ее специально начинаешь швырять в стороны. Блин, ну классно ездит. Ребята, вот честно, острая, яркая машинка, которая реально едет за рулем, которая реально хорошо управляется. Уважаемые зрители, система Park Pilot, вот уникальная система Seat, то есть, крутя руль, мы видим, нам машина показывает направление колес. То есть, это очень удобно, ну и, соответственно, так как мы видим, что желтая полоса направлена назад, то, соответственно, и двигаемся мы с вами назад. То есть, очень удобно, вы интуитивно понимаете. Ну и, соответственно, если речь идет про Drive, про вперед, опять же, работают передние парктроники, сканируют вот здесь вот белой полосочкой. Видно их четыре, вот, но вполне достаточно для того, чтобы определиться. Вот, очень удобная система при парковке. Так, знакомься с навигационной бортовой системой Seat Leon MK3 2014 года в топовой комплектации. Соответственно, здесь есть навигация, вот, и внизу располагается черный датчик движения. Соответственно, мы видим с вами, что сейчас крайние кнопки исчезли с экрана, но как только наша рука приближается, мы еще не нажимаем, но уже они появляются. Такой очень приятный, интересный эффект. Дальше, соответственно, если вы хотите использовать, здесь есть две SD-карточки, они располагаются вот здесь, это навигация и карточка памяти. Плюс отдельно вы можете использовать USB, для этого есть кабели. И CD-плеер тоже имеется здесь, один не CD-чейнджер. Вот, значит, в машине есть радио. Очень интересно, кстати, может быть, это у всех так, но мне нравится, что радио автоматически настраивает радиостанции сам. Вы заезжаете в туннель, он показывает, какие радиостанции работают в туннеле, то есть их количество уменьшается. Выезжаете с туннеля, он опять показывает все радиостанции, вы можете переключать из списка. Соответственно, есть кнопка «Трафик» в России, Беларуси, она не работает, она работает в Европе и показывает, как загружена дорога, соответственно, здесь этого нет. Далее у нас идет кнопка управления бортовой системой самой машины, вот, где мы можем с вами отключить ESP. Опять же, с помощью прошивки мы можем изменять количество. То есть сейчас это идет штатное, просто ESP Sport, вот, а там есть ESP Off, опять же, ESP Sport, полное отключение и так далее. Калибровка шин, вот, есть датчик давления в шинах, есть регулировка освещения салона, вот, она от максимальной до минимальной. Вот, есть зеркала, зеркала складывающиеся, соответственно, вы можете складывать их с пульта. В машине стоит Seat Sound, в машине стоит навигация. Если это такой комплект, а там есть два, две модификации, либо вы просто берете дисплей 5,8 дюймов по диагонали, либо вы берете навигацию. В таком случае мы сразу трансформируемся на центральный дисплей, и он у нас цветной. Особенно хорошо это видно в режиме навигации, мы видим такую красивую машинку, вот, включаем звук, вот, каждое меню ведет своего цвета, радио у нас красненькая, телефон зелененький, состояние автомобиля желтенький, и портовой журнал тоже желтенький. На самом деле скрыта еще одна функция, шестая, это отсечка кругов на треке, она тоже есть, включается, вот. Также можно перепрошить, если мы возвращаемся обратно на дисплее, можно перепрошить, здесь сделать карбоновый, карбоновый, как бы такой, под, с обратной стороны некий такой рабочий стол, сделанный под карбон, квадратики, ну, кому как нравится. Ну, соответственно, здесь есть Bluetooth, есть телефон, который подключается с телефоном, вы также можете слушать музыку, разговаривать по телефону, связь очень хорошая, микрофон очень хороший. Ну, также есть меню автомобиля, вы можете использовать и как рукой вращать его, также вращать с помощью клавиши вот этой крутилки, и также управление дублируется на руле, что также очень удобно, вы можете и громкость, и вот это меню крутить с помощью крутилки на руле, так вот это вот. Также есть управление, управление центральным дисплеем с помощью этой крутилки и переключение между режимами, вот. Управление, управление голосом, включаю, навигация, и машина сама включает. Навигационная система. Вот, особенно, ну, что делать дальше? Машина спрашивает, что делать дальше, разговаривает с вами приятным женским голосом. И также левое управление, вот, это управление звуком, то есть звук, ответ на телефон, а также быстрое переход в режим телефона. Вот сейчас мы нажали, и у нас здесь на центральном дисплее включился телефон. И переключение уже между радиостанциями тоже находится здесь. Также здесь есть подрулевые лепестки сзади, мы в это управление уже коротко передали. Поехали по городу кататься. По площадке, конечно, машинка огонь. Едет очень хорошо, и вот чувствуется, что она здесь очень острая и очень точная. Плюс еще, вот, не знаю, по-моему, она чуть короче, чем Golf, или все-таки база такая же? Нет, база такая же. База абсолютно такая же, да, ничего не изменилось. Но ощущения очень такие озорные, она действительно так вот писала дугу, суперски просто. Опять же, на комплектации FR стоит жесткая подвеска, ну, как бы спортивная. То есть, речь не идет о том, что это уже молотилка, но она явно жестче. Озорная машинка, очень такой резкий отклик, но мы сейчас в спорт режиме, понятно, какой он еще должен быть. Можно поменять это все, и педаль будет более задемпфирована. Да, и вот на драйве сразу чувствуется, она такая мягкая, задемпфирована, и педаль, и плавный разгон начинается, и не скажешь, что ДСГ поначалу. В спорте она, конечно, едет довольно жестко. По городу, ну, что сказать по городу. Обычный хэтчбэк, обычный хэтчбэк ЦБ класса, ну, принято, по ощущениям. Но какие-то проблемы здесь найти вообще будет нереально и трудно, потому что машина едет достаточно хорошо, точно. Пока что можно, давайте, буду хвалить те вещи, которые мне здесь нравятся. Мне здесь нравится рулевое управление, мне здесь нравится подвеска. То есть, она достаточно комфортная, это раз, и при этом достаточно точная. То есть, особенно рулевое. ВАК всегда умел настраивать автомобили просто волшебным каким-то образом. Они делают в плане настроек ходовой части просто какое-то невообразимое чудо. Никому так хорошо и точно подвески настраивать не удается. Если вам нужен действительно такой яркий автомобиль, который хорошо едет, хорошо управляется, любой автомобиль группы ВАК будет отличным решением. Любой практически. Seat еще лучше, еще точнее. Это волшебство у них удалось здесь как никогда. И вот она здесь наедет. Даже пакет для плохих дорог ее сильно не испортил. Такие, чтобы прям крены появились или какие-то валкости, жесткости, я бы не сказал. Машина едет хорошо и точно. Ну, мое мнение, конечно, да, лучше убрать, но это мое мнение. Не надо к нему обязательно прислушиваться, не обязательно я прав на все 100, поэтому всегда решайте сами. Средний расход 7,7, да? Да. А когда сбрасывался? Перед поездкой или вообще херстно? А тут три раза просто нажимать на нее и там будет вообще полноценный за все время эксплуатации. И вот долговременный за всю эксплуатацию. У нас расход получается 8,5 на ней. Из приборки интересный момент. Это уже не стрелочное обозначение жидкости и топлива в баке. Это уже, опять же, по краям. Да, это уже из Ауди. Ну, да, да, да. Какой, каждый скажет сам для себя. Вот. Опять же, из приблуд в салоне и управлении самой магнитолой это сенсорный дисплей и плюс чувствующий приближание руки. То есть, вот сейчас мы убираем руку, клавиша исчезает, они уходят наверх. Рука приближается, клавиша появляется. Я еще даже не нажимал. Соответственно, как только мы руку убираем, они исчезают. Ну, это такая интересная игра. Да. Просто фишечка, но тем не менее. Внутри в салоне уже диодная оптика стоит. Вот. То есть, не классические лампочки. Ну, в целом, все. То есть, с точки зрения эксплуатации, вот была Peugeot 3008. Соответственно, Bluetooth никто не слышал. Приходилось брать телефон. Здесь с микрофоном все четко, все понятно, все слышно. Никто не жалуется. С точки зрения навигации, опять же, тоже очень удобно, что она встроена в машину. Есть нюанс, вот интересно, это как бы на всех, и Audi, и Volkswagen. Некуда ничего вставлять сюда, то вставляется все вот сюда уже, в CD, флешка. Вот. И что интересно, что пассажиру это делать неудобно, водителю, в принципе, удобно. Вот этой рукой, правда. Ну, да. То есть, мне здесь нужно нагибаться, смотреть, а так, вот. Ну, с точки зрения салона, еще, кстати, вот обратил внимание, сейчас вышла Hyundai, вот за Solaris идет Elantra, по-моему. Да-да-да. Вот. Вот вообще копия. Просто скопировали вот эту панель. Просто скопировали, вообще ни о чем не знаю. Ну, и, кстати, вот Optima тоже похожа вот эта вот идея. Тоже завернула немножко на нас, и вот такой вот выступ с решеточкой. Из нюансов, как бы, болячек самой машины, значит, проблема с аварийкой, она у меня была, мне ее решили. Вот. С точки зрения еще заднего, заднего стопоря в багажнике вот этот, который открывается, там омывайка, стоит форсунка, и вот именно маленький вот это огибание вот этого пластика красного вокруг форсунки трескается. У меня, опять же, все в порядке. Вот. И вот эта панель у нас вот с другом, соответственно, у него механика, и она отличается. То есть вот эта часть, она отличается. У него она другая. Вот. Ну, опять же, кому как. Но я думаю, что это связано, опять же, с поколениями. Так, ладненько, давай мы сейчас померяем расход. Я специально сбрасываю, ой, не расход, а шум. Я сейчас на круизе сбрасываю до 60 км в час. Так, включаю наш шумомер. Давайте вот оценим, как она шумит. Потому что, на самом деле, по шуму я уже немножко проехался, могу рассказать. Я очень слышу дорогу сзади. Вот сзади все очень слышно. Колеса шумят. Именно сзади. Спереди я не слышу ни мотора, ни передних колес вообще никак. Но у меня такое ощущение, знаете, вот когда, если вы вспомните, когда я делал обзор Toyota RAV4, да, у меня было такое ощущение, что там открыт багажник, вот когда едешь на ходу. Здесь примерно похожее ощущение. Вот реально едешь, такое ощущение, что шум сзади, реально как бы хочется встать, открыть, проверить, закрыли ли мы заднюю дверь. Она закрыта. Не скажу, что сильно критично. Опять же, в машинах B-класса шумнее. Там в городе шум иногда достигает 74-75 дБ. Здесь у нас 70 дБ. Это достаточно тихо, на самом деле. Давайте поедем быстрее. В принципе, уже выехали за город. Можно на брать повыше скорость. Ну, что у нас на трассе? 72-73 дБ. Чуть-чуть стало громче, но не сильно, скажем так, не сильно. Опять же, шум там же, где и был. Ветра пока не слышу совсем. В плане как бы именно кузова и его аэродинамики все работает хорошо. Завихрений нету. Посмотрим, когда поедем быстрее может что-то появится. Пока все замечательно. Ну, 72-73 до такой скорости. Ну, в принципе, обычная шумоизоляция для машины C-класса. Ничего такого плохого точно нету. Нормальная шумоизоляция. Конечно, в премиуме было бы тише. Но, ребят, ну, это все-таки не совсем премиум. Хотя по салону, честно говоря, по многим элементам очень чувствуется Audi. Очень чувствуется Audi. По движению 90 км в час. Вообще предельно скучно, предельно неинтересно. Потому что руль, опять же, руль по-прежнему идеально отзывчивый. Давайте я даже переключу. У нас сейчас спорт. Давайте поставим обычный. Вот обычный режим. Ну, по-прежнему прекрасно. Никаких проблем нет. Мне кажется, на такой скорости у нас особо это меняться уже не будет. В городе, конечно, мы чувствовали разницу. Он наливался тяжестью. Сейчас он, в принципе, тяжелый. Примерно одинаково тяжелый и в спорте, и в обычном режиме. Вот. По крайней мере, не пугает ни там, ни там. Едет очень хорошо. То есть по трассе, вот, я всегда говорил, что Volkswagen, блин, молодцы. Электроусилитель, ну, настолько хорошо настроен. Я реально чувствую дорогу. Я чувствую, как она правильные колеса. У меня есть обратная связь. Это удивительное дело для электроусиления. Это просто, ну, очень-очень хорошо. И это надо хвалить, отмечать отдельно обязательно. То есть, что я получу такого прямо в А3? Практически, ну, может быть... Вот А3, я согласен с тобой, я смысла не вижу покупать. Вот после этого Сеата, вот я же проехался. Вот я здесь поддержу. Вот А3 я не понимаю сейчас. То есть, вот эта вот машина, она живее, интереснее и быстрее будет, чем А3. Вот. И с точки зрения, именно вот, внутри салона, опять же, хорошо, мы берем А3, у нас не будет подсветки в двери. Ночью будет скучнее. Опять же, мы берем А3, у нее, по-моему, вообще ни в какой комплектации нет цветного дисплея по центру. И когда мой друг продал Сеат и купил себе Ауди А6 3.2 пред-пред ведущего поколения, еще у нее внизу диодики просто точечками, у него был черно-белый экран. Я его затроллил, реально за такую, он продал машину. Из-за Сеата он продал старую Ауди и купил себе уже пред-последнего поколения с матричной оптикой, ну не с матричной, а с диодной оптикой и с цветным дисплеем посередине. Потому что, ну реально, это, то есть, вроде как покупают Ауди, а в сзади весла. Вот в Ауди, я хотел это дополнить, смотри, в Ауди очень, очень сильно разграничиваются комплектации и пакеты. Там она изначально очень щебродская. И чтобы получить от Ауди настоящую Ауди, ее нужно... Там будет плюс, умножай на 2. Вот эта цена просто умножается. Да, 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 да. Она умножается реально на 2. А в Сеате, грубо говоря, ты покупаешь FR-пакет, да, и получаешь все, что есть в Ауди, там, ну серьезно, очень высокий уровень. Да. Так, ну что, у нас, собственно говоря, оперативный простор намечается, можно дать им в Сеатику нашему под хвост. Это драйв. Это мой, мой ограничитель скорости. Видите, я его сам поставил, просто чтобы он предупреждал мне, что я вас... Слушай, вообще огонь. Так, берите внимание, все шумы и ревые двигатели искусственные. Искусственные, создаваемые системой Seat Sound. Потому что переключая в драйв, не едя с такой же скоростью в обычном режиме коробки, ничего этого мы слышать не будем. Я ветер слышу. Ветер-то шумит. Ветер, зеркала запели. Зеркала запели, вот. Причем, даже, может, не зеркала, а может, скорее, даже где-то стойки здесь вот сбоку, нет? Угу, есть, есть. Вот где-то вот здесь вот шум. По остальным... Давай, вот я включу драйв. Ты говоришь, в драйве тише, да? Но мотора не слышно точно, да? Да, все, уже нет вот этого рева. То есть, может быть, он чуть-чуть... Ну, давай включим спорт. А, точно. И сразу начинает играть. Сразу мы оказываемся в атмосфере спортивного автомобиля. Это акустика? Это акустика. Как жулики. И то же самое в Skoda, то же самое в Audi, по-моему, тоже они это сделали. То есть, это искусственно создаваемое. Ну, реально машина огонь. Мы только что разогнались почти до 180, блин, мне даже понравилось. Мне захотелось еще. И именно вот в спорте, особенно с этим вот рыком, да? Нет, не чувствуешь, не чувствуешь никакого-то ограничения, что вот 200, вот это уже предел машины. Никакого предела. Вообще хочется наваливать еще. Она именно вот... Она подстегивает. Давай-давай-давай-давай. Вот с этой вот искусственно создаваемое время. Реально, не по управляемости, не по какого-то... А наш маленькая машинка должна сдувать. Блин, так она едет. Ну, он реально 200. Ну-ка, по GPS, сука, 190. Никакого вообще дискомфорта. Какие паркетники, ребята. Блин, говно. Вот эта машина, вот эта наедет. Я понимаю, блин. Вообще зачет. Маленькая машинка. Ну, реально вот внешне. Ну, это как мой Солярис по размерам. Понимаете? Ну, едет же вообще, блин. Пипец просто. 200 на таком колопье. Я этого не понимаю. Точнее, блин, я удивлен и... Класс. Реально. Вот 170, я пускаю руль, еду не держать за него. Машина дает абсолютную уверенность. Просто абсолютную уверенность. Так, ну что, спорт включен. Давай, попробуем сотку. Вот пропустим еще одну машинку. Просто одна педаль в пол. Мы не будем вырывать коробку. Ух ты, ни хера себе, блин. Как она это сделала? Ну, шины... Мы шины не прогрели. Надо было прогреть шины. А сколько у него паспорт? 7,5. 7,5. Ну, что ты мне еще покажешь? На торможение немножко толкалась. Ну, это переключение вниз в спорте. Ух, мы и сделали. 7,43 на непрогретых шинах. Ну, реально, они скачут, они непрогретых. Чуть-чуть, да, мне кажется, поплавнее, если нажимаете. Не надо плавнее, будет хуже. Итак, ребят, выводы. Покатались мы в нашем Сиатике, покатались в нашем Леончике третьего поколения. Ну, что сказать, харизматичный автомобиль, чертовски харизматичный автомобиль, который просто влюбляет в себя. На самом деле, да, Сиата такой лайфхак от концерна ВАГ, когда мы получаем почти вот Ауди по всем наворотам, которые есть внутри, мы получаем почти Ауди за деньги Гольфа или даже меньше. Действительно, машину продвигают вперед, пытаются эту марку немножко развить на рынке. И поэтому цена на нее очень хорошая, очень привлекательная. По наворотам сюда ВАГ впихивает все, что у него есть в арсенале. На самом деле, реально, был LED, которого не было ни у кого вообще. В принципе, только во восьмое здесь уже был LED. По салону, опять же повторюсь, алькантара, кожа. Ряд, ну, чертовски приятный автомобиль. Именно по оснащению очень богатый, очень хороший. Стоит миллион триста, сегодня крета миллион триста стоит. Вот миллион триста, ребят, миллион триста за, блин, алькантару, за 1.8 мотор. Комплектацию ФР, блин, с этим панорамным люком, крышей с алькантарой, экспортивными ковшами, подружевые переключатели. Ну, блин, чертовски, чертовски классная заряженная машина. Ну, вот, и, знаете, вот еще. Вот я сел, проехал, у нее реально вот характер есть, у нее есть душа. Вот в этой машине вот приятно есть и интересно. Я вышел, машина в себя просто влюбляет. Я вышел с огромной улыбкой на лице, мне просто вот хочется на ней ездить. Мне понравилась эта машина реально по тому, как она ведет. Вот умеют они сделать машину так, что они будут валить и будут нравиться, понимаете? Ты вот понимаешь, что мотор жрет масло, что коробка вот начинает к сотыщим разваливаться, да? Ты это все понимаешь, конечно. Ну, блин, ну, едет же, черт побери. Ну, вот едет же и все. Вот нельзя от нее отойти в сторону, нельзя ее пропустить. Все равно мне хочется кататься, понимаете? Все равно ты вот проедешься на ней, вот как я сегодня, покатался немножко пару часов. И я готов пойти купить эту машину, я готов ей простить и мотор и все остальное. Потому что, ну, блин, ну, зато как это все, как это все работает вместе? Ну, пускай недолго, но как, понимаете? И вот поездить, конечно, вот решение это поездить тысяч, там, пятьдесят, сто и продавать, покупать следующую, наверное, такой вариант мог бы быть. Потому что, конечно, вот удовольствия получаешь много. И это вот главное, главный лозунг и вот такой вот слоган этой машины, это вот именно удовольствие от вождения. Потому что вот здесь вот это здесь есть, это здесь вот в избытке. Ладно, ребят. Вообще, хотел еще поблагодарить владельца, спасибо вам большое, потому что человек приехал издалека, угостил такой возможностью прокатиться на там прекрасном автомобиле. Мне очень понравилось, понравилось с ним пообщаться, поговорить, прекрасный парень. Очень рекомендуют его журнал на драйве, потому что про эту машину там написано очень много и подробно, очень интересно он рассказывает, расписывает это все дело. Заходите, не пожалеете, вот. А на этом все, до новых встреч, до побочения. Субтитры сделал DimaTorzok